Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, как работать с функцией «если». Рассмотрим одиночные условия и рассмотрим несколько условий, то есть последовательно расположенных, или же несколько условий в зависимости, когда все они выполнены или не выполнено одно из них. Будет много интересного, оставайтесь, сейчас все расскажу. Следующая задача заключается в следующем. В зависимости от того, какое условие будет выполнено, если больше двух лет возраст щенка, тогда это уже взрослый, если меньше, тогда это еще щенок. Окей, пишем функцию «равно если». Логическое выражение «если возраст», соответственно, пишем функцию «если» данное выражение «больше» или «равно двум». В таком случае это у нас взрослый, иначе это щенок. То есть можно написать на ячейку, закрепить ее, или же просто написать в двойных кавычках, допустим, щенок. Закрыть и протянуть. Как мы видим, в результате такого эксперимента у нас получилось, то есть если два, это уже взрослый, если менее, это уже щенок. Обратите внимание, что знак «равно» включает число 2 в критерий большего. Если мы уберем знак «равно», у нас, соответственно, получится то, что два года – это еще щенок. Так, конечно, неправильно, то есть это нужно понимать и использовать. Следующий пример – это когда мы используем несколько условий. Если количество подтягиваний, да, учеников составило меньше 8, тогда это неудовлетворительно. Если 12, да, если от 8 до 12 – это удовлетворительно. От 12 до 14 – это хорошо. Да, и от 15 включительно – это отлично. Обратите внимание, что когда мы пишем «хорошо», да, нам необходимо 14 включить в диапазон. То есть здесь у нас используется функция «если» с применением нескольких условий, каждая из которых проверяет предыдущие. Давайте покажу, как это писать. То есть можно развернуть строку формул, чтобы было удобнее писать, и начинаем запись. Мы пишем «если». Первое. Количество подтягиваний у нас меньше, чем 8. В таком случае значение «если истина» у нас будет неот. Фиксируем ячейку F4. Далее. Вторая функция «если» ее можно скопировать и через Alt-Enter перенести на новую строку. Да, если ячейка C3 меньше, чем 12, тогда это у нас в данном случае удовлетворительно. Далее также фиксируем Alt-Enter. Опять Ctrl-V. Если ячейка C3 меньше или равна 14, тогда это у нас ячейка F5. Да, и соответственно, если данное условие не выполнено, можно сразу поставить сюда «отлично» и зафиксировать значение. Закрываем, протягиваем вниз, получаем результат. Да, то есть где у нас, если мы сейчас поставим 15, у нас будет отлично. То есть все хорошо работает. Соответственно, следующий пример – это использование функции «если Мане», которая появилась в 2016-й версии программы, в некоторых версиях ее нет. Значит, мы пишем функцию «если Мане», которая, в свою очередь, перечисляет логические выражения. Если данное выражение будет меньше, чем 8, значит, значение «если» это так, F3. Далее. Опять, то есть мы не пишем еще одно «если», мы проверяем второе условие. Если меньше, чем 12, значит, это у нас удовлетворительно. F4 фиксируем. Следующее условие. Если ячейка C3 меньше или равна 14, в таком случае у нас больше. И теперь заключительный аргумент «больше или равно 15», тогда это у нас отлично фиксируем и закрываем. То есть данный формат записи более удобен. Да, единственная проблема в том, что не во всех версиях программы данная функция есть. То есть здесь мы проверяли в данном случае 4 условия. Да, если одно из них срабатывало, функция, соответственно, выдавала результат. Далее. Теперь пример следующий. Нам необходимо, что если ученик у нас Иванов, Петров или Синицын, тогда это класс 7-й А. Если Сидоров, Спиридонов и Соловьев, тогда это класс, соответственно, 7-й Б. То есть нужно написать функцию, которая будет проверять значение в ячейке Б3 и, соответственно, исходя из этого, возвращать результат. Давайте это сделаем. Мы пишем «равно», если, далее у нас идет логическая функция или, то есть если один из этих учеников присутствует в ячейке слева, да, соответственно, тогда значение будет истина. Это 7-й А. То есть если данная ячейка равна Иванову, ну, можно значение отсюда также брать, просто зафиксировать его. Точка с запятой. Второе логическое выражение. Если данная ячейка равна Петрову, также фиксируем. И, соответственно, если данная ячейка равна Синицыну, F4, закрываем скобку, точка с запятой. Если это так, значит, это класс 7-й А. Сейчас, соответственно, если это не так, значит, это у нас 7-й А, Б. То есть функция или возвращает условие «если», если хоть одно из данных логических выражений выполняется. Нажимаем Enter и протягиваем вниз. Как мы видим, результат отличный, да, то есть 7-й А, 7-й А, 7-й А, Б. Также есть аналог функции, который позволяет проверять выполнение сразу всех условий. И выглядит он следующим образом. То есть мы пишем «равно». Если возраст учеников равен 14 годам, значит, медкомиссия нужно проходить в этом году. То есть если возраст учеников 14 лет и класс 7-й А, значит, комиссия нужно проходить в этом году. То есть мы пишем, если возраст учеников равен 14, f4 то есть здесь функция и и соответственно если класс равен 7 а фиксируем также закрываем точка запятой если это так нет комиссия в этом году если это не так просто ставим две двойные кавычки рядом это обозначает знак пустоты то есть ячейки после вставки значения ничего не будет далее фиксируем значение так и 3 и f4 и соответственно прощалкиваем вниз получаем результат да то есть всего лишь два условия было выполнено если здесь мы допустим поставим 14 также условия будет выполнено теперь давайте подведем итог всему вышесказанному то есть у нас есть функции если с одним условием да это самый простейший пример далее у нас есть вложенная функция которая проверяет все предыдущие логические выражения исходя из этого вводит значение есть функция если множественное которое позволяет использовать множественные условия и выводить результат далее у нас есть функция если или да это когда одно из условий функции или возвращает истину и есть функция и когда у нас все условия находящиеся функции должны быть выполнены на этом все если это видео вам понравилось поставьте лайк напишите комментарий с ключевыми словами если если с несколькими условиями буду очень вам признателен спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока и